Итак, ну что, поговорим о волосах. Мне же самой не терпится рассказать вам все то, что я для вас сегодня приготовила. Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина, если вы зашли ко мне впервые. Я очень рада вас видеть у себя на канале. Большое спасибо, что вы кликнули на этот видеоролик и решили провести время со мной. Надеюсь, данное видео для вас будет максимально интересным и, главное, максимально полезным. Потому что вы знаете то, что девиз моего канала это честное мнение, честные независимые обзоры, максимально правдивые, максимально информативные для вас. Поэтому как-то так. Если есть даже какая-то там для кого-то кажется, что у меня на канале есть реклама, поверьте, ребят, я бы как рекламодатель сказала бы, говорите то, что мне интересно, а не то, что вам нужно. Не то, что вы считаете нужным. Это надо, наверное, вырезать. Ну так вот, ребят, сегодня хочу с вами поговорить о волосах. И сегодня будет видео посвящено волосам. Я, наверное, не волосоманьяк, я просто девушка, которая увлекается. Хотя, знаете, сейчас вот задумалась и вспомнила свои запасы косметики в уходе за волосами. И я понимаю, что когда мне муж говорит, тебе надо остановиться и обратиться, наверное, к специалисту, и хватит тебе вот постоянно маньячить по маскам, как бы это не здорово, наверное, дам. Я понимаю, о чем он говорит. Ну да ладно, я девочка, мне можно, и вообще это нужно, чтобы были запасы косметики. Правильно? А вдруг вот, а вдруг что-то вот вдруг. Я вот, мало ли что. Возвращаясь к сегодняшней теме. Я сегодня с вами поговорю о волосах, то, чем я пользуюсь сейчас, и чем я буду пользоваться, то, на что я сейчас выложила в ванной комнате у себя, на что я делаю упор в использовании. И знаете, я отдельно сниму видео о маслах в уходе за волосами. Если вам интересно, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, я посмотрю, сколько лайков соберет вообще вот интерес именно к обзорам маслов для волос, простите, заговариваясь. И я просто сниму отдельным видеороликом, и с вами поговорим о маслах для волос. Сегодня я их сюда не включила, хотя они у меня тоже будут. Ну так вот, чем я буду пользоваться? Естественно, если вы подписаны на мой инстаграм, я там вам в своих сториз периодически показываю, как я наношу маски для волос. И вот я начала в феврале месяце пробовать использовать маску в уходе за волосами от бренда Шиконад. Это маска Пудинг. Восстановление и укрепление волос. У меня на нее есть уже подробный обзор в моем инстаграм. Проходите, смотрите. И да, в своем инстаграм, в своем блоге, если здесь я что-то для вас подробно не рассказала, заглядывайте ко мне в инстаграм. Там я для вас снимаю минутные видеообзоры индивидуально о каждой продукции. Практически нет моих каких-то фоток, но зато у меня там есть много информации о косметусе. Поэтому да, ну я же бьюти-блогер, четвертый год как-никак вещаю об этом. Ну так вот, эта маска наносится перед мытьем волос на 30-40 минут, и она очень круто укрепляет волосы. Именно корни волос, она питает их, она питает длину. И я ее по чуть-чуть использую, потому что эта маска просто вообще бренд Шоконад для меня стал открытием 2018 года. Да, можно так даже записать Шоконад. Марка открытия 2018 года, она настолько мне понравилась. И я даже вот поражаюсь, почему я раньше ее не нашла. Действительно работающая косметика, которая оправдывает каждую потраченную копеечку на нее, и ее невозможно взять и выбросить. Вот, к примеру, да, там что-то недопользовала как-то чуть-чуть. Она уйдет у вас все стопроцентно. И ценовая политика, кстати, у нее очень даже такая неплохая. Ну так вот, следующая маска тоже от бренда Шоконад, как вы понимаете. Это маска шоколадная, укрепляющая с маслом ЖЖВА. Это маска... Ой, ребят, у меня ее осталось уже не очень много. Кстати, вот эти маски, что вот эта маска, она прям пахнет шоколадом, она прям пахнет какао. Вот эта маска, она пахнет, знаете, ой, она пахнет чем-то таким сливочным, каким-то таким сливочным шоколадом. Но это кайф, ребят. Вот шоколадоманьяки, вот присмотрите серьезно. Я много не могу есть шоколада, точнее мне его нельзя. А когда я использую вот эту маску, у меня такое слюни в выделении идет. Но пока я ей пользуюсь, я прям, знаете, вот ароматами наедаюсь, и мне не хочется шоколада. Так, все, опять отошла тема. Ну так вот, на нее у меня тоже есть подробный обзор. Здесь могу сказать то, что эта маска, она очень сложна в своем применении. Она достаточно такая, знаете, я ее называю геморройная маска, потому что ее там нужно развести, там что-то как-то похимичить, с бубном поскакать. Но какой она дает результат на волосах, ребят. Это бомба, это просто бомба. Я ее раньше делала два раза в месяц. Сейчас мне ее хватает наносить раз в месяц, и эффект именно, знаете, таких ламинированных, напитанных, гладких, увлажненных, упругих, плотных волос. Мне очень нравится. Прям эти маски, которые я с удовольствием повторю, продублирую и вам советую. Ребят, этим я буду пользоваться сейчас весной, потому что, ну как вы знаете, витаминов не хватает, волосики начинают. Это, знаете, такими уже они ждут, когда будет огромное количество витаминов. И да, эти маски очень круто работают. И здесь очень много масел, витаминов разных. Поэтому, если не пробовали, советую попробовать. Ну, мне, по крайней мере, очень нравится. Знаете, у меня есть продукт, который я использую периодически после, к примеру, каких-то вот таких вот масел, масок, либо масел. Я периодически, либо раз в неделю стабильно делаю уход с глубоко очищающим шампунем. Но вот сейчас я буду ругаться, потому что, я не знаю, может быть, вы мне напишите в комментариях, может быть, я что-то делаю не то. У меня, как вы знаете, есть вот такой вот шампунь. Я показывала вам в покупках с интернет-магазина заказ. Это шампунь-новинка от бренда, от достаточно бюджетного бренда профессиональной косметики в уходе за волосами. Капо Студио Профессионал. Ну, вот это вот у них написано Студио Профессионал. Это глубоко очищающий шампунь. В простонародье девчонки его зовут Гош. Гош. Я долго не могла, кстати, понять, что значит Гош. Ну, вот. Глубоко очищающий шампунь. Ну, так вот, шампунь глубокой очистки. Вот этот шампунь, вот если я им пользуюсь каждую неделю, к примеру, глубокие шампуни для глубокой очистки, они нужны для того, чтобы смывать стайлинговые средства, какие-то пленки с ваших, допустим, силиконы с ваших волос, для того, чтобы хорошенько-хорошенько их прочищать, для того, чтобы просто подготавливать ваш волос для дальнейшего ухода, для какой-то хорошей супер-пупер-маски, для того, чтобы ваши волосы были напитаны. То есть глубоко очищающий шампунь, он полностью обнажает ваши волосы, снимает все, допустим, за неделю, за месяц, и вообще, что у вас насобирало ваш волос, все вот эти ненужные силиконовые пленки он убирает. Вот этот шампунь, я им начала, когда только пользоваться, он мне очень понравился, он действительно хорошо прочищал, после него обязательно, естественно, нужно маску либо бальзам, все вроде бы неплохо, все здорово, но вот сейчас, по истечению двух с половиной, я им начала пользоваться в ноябре месяце, даже в октябре. Он у меня, вот сейчас март месяц, он стал вызывать у меня дикую сухость кожи головы, прям когда я им попользуюсь, прям чувствую, как все пересыхает, поэтому даже не знаю, как им пользоваться, может надо раз им в месяц пользоваться, и я зачастила им пользоваться каждую неделю. Ребят, волосоманьяк, если меня посмотрит, напишите, пожалуйста, потому что, ну вот, к примеру, производитель, да, он там пишет, можно использовать раз в неделю. Наносим шампунь на 3-6 минут, и все как бы здорово. Я этот шампунь наношу на волосы, выдерживаю 2 минуты, его смываю, и волосы прям до скрипа, они прям настолько вычищены, поэтому если вы ищете какой-то бюджетный глубоко очищающий шампунь, присмотритесь вот к этому шампуню, очень-очень хорошо очищает. Но единственное, говорю, я им, когда начинаю пользоваться каждую неделю, допустим, каждое воскресенье, у меня очень начинает сохнуть кожа головы, поэтому как бы если что, имейте в виду, я предупредила, но сам по себе именно цена, качество очищения достойнейшая. И также у меня есть средства, которыми я просто пользуюсь в течение недели, когда я мою волосы, к примеру, у меня есть 2 вида шампуней, которыми я пользуюсь, кстати, все подходят к концу, кондиционер у меня вообще быстро улетает. Начну, наверное, с того шампуня, которым я сейчас пользуюсь утром, к примеру, если мне нужно помыть волосы утром, это шампунь от тайского производителя, называется Коклянг, он мне приходил летом, и это бюджетная, кстати, марка у тайцев, они стоят что-то в пределах 150 рублей, 160 рублей на русские деньги, очень бюджетная, это у них там масс-маркет какой-то, по-моему, считается, но, в принципе, вся продукция из Таиланда, она такая более натуральная, травянистая, что ли, потому что они в основном делают косметику на травах, не как у нас на воде, у них все это делают на травах, и это очень, кстати, даже здорово. Ну, так вот, вот этот шампунь Коклянг, сам производитель говорит о том, что этим шампунем нужно пользоваться именно утром, и тоже его там нужно нанести, подождать, сколько-то потом его смыть, и тут у меня еще к нему есть бальзам. У меня есть подробный обзор данных шампуней здесь, кстати, на канале, у меня есть в моем инстаграме подробнейшие обзоры данной продукции, здесь, кстати, присутствует, по-моему, Женьшень, у этой продукции здесь присутствует очень даже Лотос, Женьшень и Жасмин чай, и здесь то же самое. По действию данный шампунь мне очень сильно нравится, он хорошо освежает, охлаждает, летом вообще палочка-выручалочка для того, чтобы освежиться, он дает такой ментоловый эффект, знаете, вот если вы пользовались шампунем Хендер Шолдерс, вот тот же самый эффект ментола присутствует на волосах от этого шампуня, перхотя от него нет, и мне нравится им пользоваться именно утром. Единственное, что у меня здесь его совсем осталось, наверное, я уже использую его в марте, уже точно его добью, но я его с удовольствием продублирую и вам советую попробовать на утро, очень крутой шампунь, мне очень нравится, замечательно очищает, замечательно волосы себя после него чувствуют, бальзам вообще крутой, вот серьезно, после него эффект, как после хорошей маски на волосах, достойнейший уход от тайцев, я с удовольствием себе его продублирую, сейчас ищу сайт достойного продавца, потому что тот продавец, у которого я покупала, оказался не очень, так скажем, добросовестным и какой-то, знаете, своеобразным, потому что когда я последний раз у этого тайского производителя заказывала продукцию, лекарства для своей мамы, там такая ерунда началась, я ждала практически полтора месяца, в итоге меня еще и обматерили, сказали, что я неблагодарна, хотя я просто спрашивала, какая-то предоставка, поэтому если вы будете заказывать что-то с Таиланда, прям просто смотрите, чтобы продавец реально был хорошим, без всяких таких, знаете, заморочек, потому что все-таки в любом случае каждый тайский производитель, точнее тайский продавец, он будет с вас требовать сразу же деньги, а потом уже стулья, и как-то вот так вот, ну надо как-то это регулировать, но еще раз говорю, я сейчас в поиске именно хорошего продавца тайской косметики, хочу себе продублировать, очень нравится, как работает на волосах этот дуэт именно утром. Вечерний же уход у меня в основном, ну в целом вечерний уход, я могу сказать, что я иногда и утром использую, это тоже а-ля тайская продукция, но продается она у нас уже в магазине Ривгош, и это Эзи Спа, и здесь у меня идет шампунь, он идет с маслом ши и авокадо. Приятнейший аромат, замечательно пенится, хорошо достаточно и мягко промывает волос, волосы после него невероятно мягкие, кстати, и после вот этого дуэта, вот этот шампунь тоже замечательно пенится, и волосы после него тоже нереально просто мягкие, мне вообще понравился, еще раз говорю, я себе продублирую. Вот этот я решила попробовать лишь только потому, что подумала, а вдруг это действительно тоже тайская продукция, только на российском рынке, потому что здесь даже на обороте написано то, что изготовлено в Таиланде, то есть как бы в принципе все должно быть здорово. Единственное здесь, к моему большому удивлению, на первом месте здесь идет вода, здесь же, который шампунь я перед вами показывал, перед этим показывал, идет шампунь, где в первых идут составляющие не вода, а именно там какие-то вот эти вот экстракты трав, не экстракты трав, а отвары трав, здесь же идет вода, цитрилгликоль, цитрилалкоголик, какой-то цитрилахоль, глицерин, и тут присутствует минеральное масло, и вот здесь, по-моему, присутствует, а тут, по-моему, вот здесь вот присутствует минеральное масло, а вот тут присутствует касторовое масло, здесь, по-моему, нет минерального масла, по-моему, тут нету, а вот здесь вот есть минеральное масло. что могу для вас сказать в принципе вот на волосах вы знаете как я ненавижу минеральные масла на волосах но дуэт неплохой вот неплохой но все-таки вот этот вот бальзам вот я допустим использую шампунь нанесла этот бальзам и после него вот наверное ощущение мягкости волос они какие-то увлажненные длится где-то ну максимум 24 часа потом волосы начинают дико дико сохнуть вот прям надо что-то какой-то не смолошку нанести волосы в первый день после использования до 1 до это они мягкие легко расчесываются на второй день это просто колтуны которые не прочитать поэтому но наверное бальзаме такой больше не повторю потому что мне кажется все-таки минеральное масло подсушивает и тут такой состав знаете прям но не далеко не тайски у шампуня в принципе знаете 5050 неплохой такой состав может быть шампунь и еще продублирую потому что он нереально вкусно для меня пахнет и он очень-очень мягко прочищает волосы на лето думаю это будет просто уникальный очень классный вариант для того чтобы просто ежедневно мыть волосы при этом чтобы их не пересушивать отличнейшая вещь им на шампунь кондиционер оказался редкостным не очень хорошим но он очень быстро действует начинает буквально три минутки его уже нужно смывать и завершающим этапом чем я буду пользоваться и чем я пользуюсь это концентрированный экстракт трав от бренда jurassic spa о нем у меня тоже есть подробный обзор знаете это средство палочка-выручалочка я им пользовалась первый месяц каждый день этот идет средство для укрепления волос для того чтобы ускорить рост волос для того чтобы разбудить спящие луковицы для того чтобы просто попитать ваши корни это средство которое наносится только на корни для того чтобы простимулировать ваши корни напитать их для того чтобы они росли здоровыми вот это вот средство ну так вот первый месяц им пользовалась просто каждый день сейчас я им пользую раз раза в два дня раз в три дня его наношу у него такой своеобразный аромат но действую на волосах я вижу сейчас я его использую во всем мне очень нравится когда закончится обязательно продублирую и вам показываю так что вы так ну что ребята вот такой вот у меня незамысловатый уход будет сейчас тем чем я пользуюсь хотела вам показать чем я буду мыть и волосы в ближайшее время поделилась своим мнением может быть вы что-то посоветуете тоже дайте знать если вам понравилось такое абсолютно знаете я не знаю как называть это видео но я захотела его снять и захотелось вам поговорить об этом я хотела своим поделиться своим мнением и показать вам еще раз свои баночки так что так надеюсь данное видео для вас было интересным не забывайте подписаться кстати на мой канал чтобы не пропустить свежие новые ролики ставьте лайки ставьте лайки и комментарии и это тоже будет очень очень приятно и полезно подписывайтесь на мой инстаграм Кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новые ролики. А я пошла заниматься дальше своими делами. Большое спасибо, что вы досмотрели этот видеоролик до конца. Я вас всех люблю, целую. Мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока.